никто не будет смотреть какой-нибудь там 50 место в лидерборде знаете кто будет четыре человека только это сам человек который сделал ран модератор который будет его проверять не играл и тот кто будет делать упор и ты гайд на эту игру изучать все страты пересматривать все существующие ганы данном случае это я всем привет так все поехали короче сразу же с отличие японки американки для тех кто не знает я раньше думал отличие в основном в диалогах заключаются но на самом деле шарящие челы сказали что диалоги не так сильно влияет на самом деле по времени особой разницы нету а разница в каких-то непонятных плага как будто бегущихся американской версии за которых еще input и живутся и проблема поэтому сейчас все топы гонит японку и все кто об этом знает предпочитает естественно гонить японку вот тут я показываю диалоги то есть диалоги они в принципе ну там на одну строчку где-то больше японки где-то американки но разница не такая уж и значительная а разница основная заключается собственно в том что вот города с или еще один чувак который тоже видимо я в дискорде прочитал вот еще давно когда я тоже интересовался этой темой и сам поначалу раним реком к американке вот что происходит ты просто падаешь тележек я больше всего замечал это именно вот на уровне шотландия то есть вот тут тоже например можете даже посмотреть на input и я тут жал прыжок и я все равно плоды потому что импута живутся а в том что же время японки этого нету то есть японки абсолютно все как надо так теперь порядок уровней я тут обозначил три порядка уровне который чаще используется прямой обратный и упор это и значит упор это никому не советую его используют только те кто знает зачем он нужен прямой обратный я бы сказал так если почти все используют прямой и наверное я вам тоже советую использовать прямой но если у вас то есть логично что первыми уровнями от проходить сложно поэтому если у вас какие-то проблемы с египтом и с бермудой то наверное приходите в обратном порядке суть этих порядков в основном в том что чтобы просто между уровнем быстро переключаться нажимая один раз влево или вправо то есть прямой надо все время нажимать вправо а в обратном наоборот влево начинается начинаются они с острого потому что там рандомный босс собственно я думаю мало кто захочет этого этого босса приходить где-то в середине игры есть на то свои причины у некоторых но я их тут отпущу пожалуй и вот этот момент блоки с текстами можно даже увидеть что в японке текст на самом деле больше перед уровнями я не знаю быстрее ли он скипается я думаю что разницы особо нету но возможно что вот перед уровнем именно японка даже медленнее но и все равно в остальном она выигрывает то есть на самих уровнях тоже есть текст и он там как правило быстрее на корабле там еще местами поэтому все же японка нас однозначно превосходит и далее уже пойдем по стратам отдельных уровней японская версия собственно значит это значит начинается с острова пасхи тут есть три я показываю три страты они почти равнозначны единственное что третья страта которую я использую и и еще используют ай-486 он тут просто на можно зажать богу и прыгать на трости не пытаясь как-то вымирать прыжки по-моему это намного легче я как один раз выучил ее так никогда с этим местом никаких мне проблем не было дальше все все обычно и вот этот момент тоже интересный тут вот этот момент он может показаться сложный поначалу тут многие делают приостановку я советую если не получается без приостановки делайте небольшую приостановку на край на самом краю после того как значит надо как можно быстрее спрыгнуть с креста ты пусть то как значит на нее тростью запрыгнули и ну это надо на тренинг этот момент надо и и знать место для прыжка тут какой-то ориентир сложно найти потому что все примерно одинаковые то есть можете ориентироваться там вот этой верхней например значит ну пока по какому-нибудь там фону но я и мне каких-то ориентиров тут особо нету я я вы просто уже сам вижу когда надо прыгать вот есть другие способы можно например прыгать с тростью разницы никакой нет абсолютно также можно приостанавливаться перед прыжком с тростью можно запрыгивать вот так на второе это я не советую так делать это просто такая вариация значит тут сложно конечно это в этот момент объяснить я есть честно сам долго тоже тут периодически не совсем понимал как делать если у вас нет проблем с тем чтобы носить удары в прыжке то это место не будет сложно если есть то надо потренить можете посмотреть вот на импуты как раз у меня я одновременно нажимаю до 1 раз и даже чуть-чуть раньше нажал прыжок потом удар или одновременно или прыжок чуть-чуть раньше но ни в коем случае не наоборот и оптимально в этом месте дело сначала маленький прыжок и сбивать нижний значит булыжник а потом большим верхней и по делать полный прыжок максимальный сбивать верхней и сразу же значит заходить сюда это быстрее всего попробуйте если но если не получится то есть вторая страта она вот так на 0 3 секунды медленнее всего лишь можно погу джампом а можно еще еще вот так значит просто два прыжка так легче всего наверно по идее тут все понятно в общем то тут некоторые тут с этим лэш от некоторые таймит я таймелью потому что ну мэш обычно у людей не такой что ну таймите быстрее оказывается если я буду пытаться здесь мешать я буду терять какие-то и доли секунды да ну и здесь можно сделать пого краба некоторые делают так значит тут по моему тут два значит пикселя окно с краю для прыжка принципе не так сложно вполне перепрыгивается но если не получится 0 4 секунды теряется или можно аккуратно его проскочить но смысла в этом нету потому что так теряется больше времени но как бы экономится жизнь но жизнь не нужна здесь потому что мы играем на изи тут 6 хп и можно просто получать дамаг при неудачи принципе ничего страшного поэтому просто прыгаем главное прыгать на если нажать позже прыжок то ты просто упадешь на цветок и он тебя схавает и значит несколько секунд будьте а удерживать и это уже очень плохо значит тут есть страта который никто не использует да можно зацепиться за значит цепь сам сам внизу и в идеальном исполнении в идеальном она экономит одну десятую секунды но идеальные исполнить получается очень нечасто поэтому я думаю я некоторые пробовали я тоже пробовал я понял что нет я не буду использовать в ранах тут надо очень слаженно значит очень четкие нажатия и одна десятая секунда она тут того не стоит вот тут можно запрыгнуть просто можно через пола и оказывается что если правильно опять же запрыгнуть то через пола на одну десятую быстрее но но также можно и запрыгнуть выше чем надо и перелететь цепь поэтому я погрузить обычным прыжком ну вот так как удобнее чисто значит босс на боссе еще потом в конце буду поподробнее останавливаться пока что просто показываю значит что основная острота тут который использует большинство топов это носить по два удара используя отмену анимации но этот прием будет дальнейшем еще неоднократно использоваться поэтому его желательно выучить потому что не только здесь он позволяет время экономить значит механизм примерно такой же как и в том месте с с двумя блоками которые надо в прыжке выбивать сначала нужно подойти впритык камню и подождать пока значит у скруджа становится анимация это там какие-то доли секунды можно высчитать потом когда он топает ногой делать маленький прыжок и одновременно опять же одновременно или чуть-чуть позже атаку но желательно прям вот научиться нажимать одновременно прыжок и удар и прыжок нужно нажимать как можно меньше желательно то есть если чуть-чуть пережать то удар не пройдет это довольно сложная штука особенно стабильные делать но как бы можете пробовать пытаться я не знаю может быть если чувствуете что сложно то в принципе можно и без нее но а есть еще да есть еще альтернативная страда но она отличается и используется городок она отличается только тем что я кстати раньше тоже использовал я даже забыл уже про это точно также удар в прыжке и тут такая штука дело в том что промежуток между двумя ударами которые можно нанести он равен полному прыжку на тросте значка ты делаешь полный прыжок там по времени где-то около секунды или чуть больше и еще чуть чуть еще небольшое время после этого то есть это время надо как-то затаймить можно просто постоять подождать и прыгнуть еще раз если у вас хорошо со стаймингами можете так делать я делаю полный прыжок на сначала маленький прыжок на тросте а потом полный но можно получать просто дамаг вот всего доктор делать получает дамаг когда он чуть отлетает от дамага как раз вот это дополнительное время проходит и наносится за счет урон по моему это страта чуть менее стабильная чем моя она периодически не срабатывает почему-то ну то есть я примерно понимаю почему но как-то я не вижу ни каких-то преимуществ но если вам так проще то делайте так и вот сейчас я покажу как убивать босса те кто не использует этого дага в прыжке а просто по одному камню один за другим кидает в принципе если рандом хороший попадет как вот здесь то это даже не намного медленнее я тут обозначил что минимум теряется 7 секунд на самом деле опять же в зависимости от рандома то есть если попадется хороший рандом который будет кидать близкие камни то естественно лучше и их делать так чтобы по два удара наносить но если например он кидает середину там разницы никакой нету поэтому смотрите сами здесь значит я раньше прыгала в лягушку но оказывается что это медленнее и толку этого нет такого даже не то что медленнее это сложнее исполнить идеально они идеально если исполнить это медленнее легче всего прыгать на на камень причем на самый левый пиксель доступный для удара собственно главное не не переборщить иначе просто значит прыжка не произойдет и скажешь просто дальше пойдет и все бывает такое периодически так тут пока ничего сложного а вот следующий сложный момент принципе на возможно одна из таких самых сложных страд которые есть ее вот всего три человека используют значит это самая быстрая острота на это место которое есть значит я примерно объясню как я какие у меня здесь ориентируем ее вот когда скрюдж доходит примерно до половины значит вот этого выступа делать полный прыжок даже чуть дальше половины ну как как можно раньше но так чтобы не задеть значит уже упасть в эту пропасть значит низину сразу же бить по первому камню по второму и по третьему максимально быстро вот это света получается только у тех кто умеет а максимально быстро а вот так вот и разрушать камни по боджампом для этого надо нажимать его в нужный момент и сразу же отпускать после удара очень быстро чтобы не улетать наверх если у вас так не получается то у вас это не выйдет потому что тут очень строгие тайминги надо все успеть сломать три камня и дернуть за рычаг быстрее чем тебя задамажит значит факел рука с факелом и если не успеете то это страта не мне окажется не быстрее чем следующие страты вы можете все равно пытаться делать просто вы будете терять какие-то доли секунды незначительные ну или можете просто выбрать какую-нибудь страту полегче принципе если у вас вот не получается так быстро ломать камни то для этого есть другие страты можно я вот раньше так делал например когда не знал про эту страту я сразу же прыгал нас и ломал самый дальний камень чтобы триггер за 3 гнуть короче заспавнить руку чтобы она как можно раньше вылетела как можно раньше ее просто вынести по боджампом и спокойно пройти вот можно и по очереди и точно так же потом руку вынести разница по времени абсолютно незначительная поэтому тут можете как как вам удобнее так и делать значит основная страта который использовать почти все а в идеале это можно делать без приостановки но тоже многие приостанавливаются для верности а а значит вот с вот этого момент места значит вы видите там есть окно в несколько пикселей для прыжка можно здесь тоже некоторые приостанавливаются если не могут окно вымереть достаточно точно и прыгнуть надо вот этот важный момент если прыгнуть на левую часть кольца то рука не полетит насколько я помню или она поле нет она полетит она уже летит данным данном месте но придется ждать ее вот поэтому я вот этому я точно быстро спрыгиваю даже если бы я просто показал мы вы может быть бы не поняли что происходит я зацепился за правую часть кольца и сразу же спрыгиваю и такой прыжок веры здесь но на самом деле есть все правильно сделать и за правую часть кольца ими зацепиться то ждать вообще не надо может сразу спрыгивать и из как лучше значит заденет руку 4 через домах пойдет домах опять же здесь не важен в этой категории тем более есть такая страта зацепиться за первый круг прыгая с платформу повыше и заспавните руку маленьким прыжком с нее сейчас еще раз покажу я правда не советую использовать она на тридесятых медленнее и и толком ничего не дает но некоторые используют так и вот на руку позволяет войти без дамага но это толку от этого нет и есть еще такая страта можно просто пройти без вообще помощи значит руки зацепившись за три значит вот эти крюка дальше уже не надо прыгать она это медленная страта которую использует уже те кому не особо принципиальным тут можно пройти через дамаг можно пройти как все но тут окно на самом деле и ну тут больше двух пикселей определенно я думаю пиксель 4 наверное есть 34 точно поэтому она она несложна эта страта но если через дамаг приходить просто без проостановки то это ненамного медленнее все же на одну десятую поэтому если вы не уверены в себе на примере если вы не хотите запариваться и вымерять там эти пиксели можете просто дамажиться в жабу и идти дальше значит тут я приостановился тут я не знаю без приостановки тут наверное можно пройти по моему то здесь не не приостанавливается но для этого видимо надо очень точный пиксель персик не прыжок после этого сделать самому карате режь тележки поэтому здесь все таки советую чуть-чуть приостановиться на краю тележки постоять буквально там даже не полсекунды ну полсекунды можете постоять когда вот видите рука уже летит на нее потом сразу же на эту тележку на ее левую часть поближе желательно подойти и вот тут значит потайной проход 2 вот это вот тут видно вот разделение значит вот этой стены и вот во второй секции 2 секция она значит секретиком и в нее надо как можно раньше сопрыгнуть то есть пугу джампом ну тут особо разницы нет главное поймать ее на движущейся тележки это не не всем не всегда удается но это в принципе не сложно и дальше а да я сейчас показываю если если не получше это сделать теряется 7 7 десятых секунды это при идеальном спрыгти значит на вторую день на следующую тележку а при не идеальном ну около секунды наверно теряется да если вот если не получится и вот это тоже некоторые считают что одна из самых сложных страт она по моему но она не не сильно сложная а я посмотрел все граны оказывается что все топы и используют и она у них довольно легко получается просто нужно знать несколько нюансов значит первое ну то же самое прыгать на правую часть тележки и бежать по ней на левую часть но не до конца а где-то на середине или чуть дальше середины сделать маленький прыжок и пого и здесь надо прыгать на левую часть руки то есть если на правую то есть раньше отпустить кнопку прыжка и начать падать и упасть на правую часть руки то не хватит значит следующего прыжка чтобы доплыть до крюка если здесь прыгать кстати респавнишься левее вот рядом с значит этим зигзагом то есть потеря времени не такая же большая там несколько секунд не больше пяти секунд я думаю если где вас не критично вообще-то конечно довольно много поэтому я не знаю папа триньте по триньте это место я очень много его тренинг на самом деле прежде чем у места стабильнее начало получаться но на японке она конечно много легче на американке вот с ним были постоянно проблемы или есть другие страты значит есть страта такая перепрыгнуть эту руку и дальше еще раз значит тростью от погонять тележки и зацепиться за круг в идеале она теряет 0 3 секунды но это в идеале вот так как я показал но проблема в том что так как я показал это страта она ничуть не легче чем чем предыдущая основная страта который все пользуются а обычно тут будет теряться больше вот и можно вот так может просто значит погоджампом на руку и чтобы она не мешалась уже спокойно дальше пройти теряется примерно столько же если быстро сделать то потери незначительные если затупить то можем потерять секунду и 2 наверное можно если здесь ждать пока тележка докатиться до самого края поэтому выберите какая для вас проще какая у вас таби не лучше получается и на триньте и и так чтобы не париться потому что ну по идее на этом уровне больше ты никаких проблем нету дальше тут все изи тут вот тоже все понятно вот здесь есть два способа некоторые верхник ко мне значит выбивает некоторые сбоку вот по моим подсчетам сбоку на одну десятую секунды быстрее но только если делать маленький отпрыг если после каждого каждого значит удара тростью взлетать вверх полным прыжком то естественно там будет теряться много времени и тогда лучше верхние разбивать значит этот босс принципе никаких с ним проблем нету один из самых легких боссов единственное ну атаки его вообще никаких проблем не вызывают я думаю только совершенно случайно расслабившись можно затупить значит вот зависимости от рандома можно выиграть 0 4 или 0 8 секунды если попытаться угадать где он появится в конце значит четыре удара наносится как обычно а на пятом можно попытаться стать слева или справа и если угадать то получится экономит опять же 0 4 0 8 в зависимости от того решил последний раз появиться ближе к центру или дальше от центра вот моем случае он появился дальше от центра с краю и я угадал что он появится справа и сэкономим почти секунду на самом деле но 50 на 50 вероятность поэтому если советую использовать если плохой пейс я так сказал если терять нечего лишние секунды можно сэкономить почему бы нет значит следующий приходится не агара по обычному рауту первый экран вообще никаких проблем не вызывает все одинаково практически все проходят тут вот тут топы в основном используют вот эту страту значит но тут надо вот очень вымереть момент потому что когда ты падаешь у тебя значит им будто не работают и никак не можешь во время падения пока экран скролится зацепиться но как только экран перестает скролиться и тебе возвращается управление надо как можно на менее продолжительное время нажать вверх чтобы зацепиться за канат и спрыгнуть с него сразу же чтобы упасть на сундук и и не пришлось потом запрыгивать приостанавливаться вот как как это происходит обычно это это медленнее на одну десятую секунду но в принципе вы можете не запариваться если вам 10 секунды не принципиально я долгое время тоже не не западался в этом моменте пока и не начал уже на выиграть значит ну скипонки я не знаю если вы не знаете про это место тоже одно из самых сложных мест в игре frame perfect прыжок во время во время запрыгивания нужно нажать кнопку прыжка прямо в момент приземления чтобы сразу же совершить еще один прыжок но как будто этого было мало это еще не все дальше вот это вот пропасть которую падать не надо потому что нам не надо подойти и чтобы туда не упасть есть несколько тоже способов можно приостановиться из краю прыгнуть и пойти дальше можно зацепиться за канат и спрыгнуть и пойти дальше и я посчитал что если это сделать правильно и спрыгнуть сразу же и не висеть на этом канате долго то это быстрее на одну десятую секунду но это не всегда получается у меня почему-то постоянно не хочется этого каната спрыгивать вовремя поэтому мне проще по первой страте действовать и есть страта который использует только барас она экономит еще одну десятую секунду то есть не так уж много а по сложности она реально одна из самых сложных кому страт в игре поэтому я кроме барас никто не использует а это пройти это место вообще без приостановки делается это вот так то есть помимо фрейм перфектного прыжка значит чтобы скипнуть диалог надо еще и в нужный пиксель нажать там еще раз прыжок чтобы сам в окраю прыгнуть и короче сложно это сложно на самом деле я я даже когда это видео записывал потратил я не знаю сколько минут чтобы записать вот этот кусок потому что в ранах я этого не делаю на самом деле сложная страта одна из самых сложных игре вот при неудачи если не получилось скипнуть тонку это плюс 2 секунды если быстро скип поиски по диалоге там два значит блока текста которые до 2 секунды скипаются в принципе если у вас там цель там какие-нибудь sub10 или там что толку 940 то можете вообще не париться на эти две секунды вам еще особо не дадут но при этом всегда просто пробуйте жать опять же нет тут тоже некоторые пытаются таймить некоторые мешат попробуйте сделайте сейф попробуйте через него попрыгать потому что даже если у вас не будет получаться есть вероятность что там однажды в ране получится и это неплохо вам на руку сыграет значит тут все проходится одинаково а вот водопады это тоже интересное место тут несколько значит не несколько этих попадающих чуть падает вообще бровно какие-то платформы короче падающие почти все топы проходят их можно пройти без приостановки обычными прыжками все вот эти платформы просто пропрыгать и первые два это это легко довольно таки сделать просто под птицей вот если же у вас с этим какие-то проблемы или вам охота эту птицу прибить то можете погоджампом на нее прыгнуть это вроде как это немедленнее возможно что это может в определенной ситуации создавать лаги но мне кажется это рандом то есть могут несколько фреймов потеряю потеряться из-за лагов но я думаю это не не критично если там вы не на мировой рекорд идете и значит дальше последние два этих две платформы тоже можно пройти даже не 2-1 и там дальше черный быть вот эта платформа это это тоже одно из самых сложных мест на уровне потому что ну на самом деле кажется что ничего сложного но в отличие от первых платформ тут уже намного меньше окно я честно не знаю не измерял но помимо того что тут нужно прыжок совершить я думаю тут где-то пикселя 2 на окно на прыжок а тут еще и надо вовремя отпустить кнопку прыжка чтобы потому что если пережать то будет дамака птиц и если не дожать то не допрыгнешь и тут тоже окно и в несколько фреймов на на прыжок чтобы как надо его сделать поэтому на самом деле довольно сложно это делается ну то есть может быть для вас не сложно но я в принципе сове не советую если этот уровень вы проходите тем более третьим они первым рисковать значит жизни тут понятное дело если вы упадете это уже все надо заново начинать поэтому советую использовать какую-нибудь из из двух следующих страт насчет есть две страд и как можно это место пройти попроще либо можно приостановиться постоять примерно две десятых секунды и прыгнуть тогда птица не помешает у нас пролетит и можем быть без проблем принять либо можно приостановиться бегать самой птицы и сделав покой джамм предварительно чтобы ее значит чтобы убить птицу в принципе обе страты равнозначные по времени одинаковые поэтому смотрите я по-моему раньше да я по-моему убивал птицу можно просто можно пройти об дамаг через птицу но это уже медленнее будет там уже не 200 не 2 десятых а где-то не на полсекунды будет теряться и там 04 где-то поэтому смысла в этом нету я эту страту не стал даже здесь показывать значит здесь можно просто при остановиться чуть-чуть реально там на несколько фреймов конечно тоже перебарщивать не надо и ну по-моему я не почти никогда на этом месте не падал из-за того что слишком мало приостанавливался слишком много приостанавливался или слишком мало если слишком много то упадешь и слишком мало то птица тебя задамажит и потом тоже упадешь значит есть альтернативные моменты способы как проходить можно вариация такая сделать значит вот такой вот назвать маневр такой смысла нету в этом это какая-то экстрата чисто чтобы понтоваться мне кажется можем перепрыгнуть птицу до теряется 0 1 секунды и за лагов насколько я понимаю ну то есть так ты просто так же идешь дальше даже не приостанавливать и кажется что это даже должно быть быстрее но чему птица не убивает и не перепрыгивает потому что когда ты в прыжке а еще из полу по моему из полу по моему еще больше лагов в этом месте из-за падающего моста видимо создаются влаги и текается одна десятая секунды и точно так же если птицу убить потери будет такая же поэтому сами решайте тут еще и счет использовать значит вот здесь используется тот же самый прием что на боссе мини прыжок а позволяет начать движение еще во время падения значит этого плата то время как в противном случае придется там ждать какие-то несколько десятых секунды по моему поэтому здесь почти все используют страту а и и если на тренинг она будет стабильно получаться потому что реально на довольно многие используется и она не то чтобы сильно сложно да вот если без нее три десятых секунды теряется на на двух плотах ну немного да значит здесь здесь это место несложное но она может вызвать проблемы если не знать одного момента и я здесь несколько раз падал в пропасть из-за того что не приостанавливался здесь обязательно нужно отпрыгивает плата чтобы потом от него еще раз чуть-чуть приостановиться иначе он не успеет проплыть достаточно чтобы можем было его зацепить приостановиться можно разными способами я обычно и почти все на самом деле просто жмут вперед но упираются вот здесь вот в стенку значит и какое-то время поэтому ты не двигаешься вперед а стоишь на месте вот в это время бываю чуть вправо и не отпуская значит кнопки удара падаешь прямо на плот если если бы я там не приостановился и чуть меньше я бы перелетел плод можно для чтобы не рисковать тут я довольно рискованно прошел но я уже тайминг не высчитан примерно сколько именно приостановится если не хотите рисковать приостановитесь подольше а вот есть другие способы можно приостановиться наверху например то есть опять же просто чуть-чуть постоять если вы запрыгнули слишком рано вот как я здесь показываю сразу запрыгнуть если вот если я сейчас просто пойду без перестановки направо я просто упаду в воду плод не успеет за мной поэтому чуть-чуть приостановился и вот тут уже я очень опасная играю на я просто демонстрирую как это в идеале делается так это теряется одна десятая секунды но для верности можно постоять еще там одну-две десятых можно полсекунды постоять главное чтобы не ухудут плод потому что тут тоже умирать как бы нельзя если пейс тем более хороший лучше не пытаться не не экономить это десятые доли секунды ради непонятно чего есть еще такая страда я кстати думал что она вообще медленные что никто не использует кроме казуалов но оказывается что по идеальном исполнении по идеальным она теряет всего две десятых секунды то есть это же можно использовать если хотите просто план проплыть под но суть этой страды в том что чтобы не терять время нужно как можно быстрее сразу же встать и спрыгнуть сплата таком случае она действительно теряет не так много времени дальше босс босс вот то что я говорю это номер один почти все топа написано там заключается страта на самом деле особых страты на этого босса нету просто таймер шины наш удар как надо единственная разница и ключевое ключевая разница в том что можно нанести его первый удар прямо в момент появления если высчитать тайминг когда именно нужно по нему ударить там несколько фреймов окно не такое большое поэтому нужно просто высчитать этот момент я обычно делаю так у меня есть определенная страта я не знаю надеюсь может кому не поможет может что-нибудь свое придумать потому что я видел тут по-разному проходит а если не пытаться приобретать а просто падать значит идешь направо до центра доходишь вот здесь приостанавливаешься и стоишь буквально там одну две десятые секунды я вот не знаю вот очень-очень маленький промежуток а вот это выше потом погоджам и сразу наверх и таким образом наносится первый дамаг это позволяет сэкономить неплохо времени вот может еще раз посмотреть ну да одна десятая секунды не больше там несколько фреймов буквально иногда кажется что вроде нормально ну как надо все равно вместо того чтобы его задамажить он тебя дамажит я в принципе совету все равно пытаться это сделать если не получится ну вы получите урон урон это не страшно здесь и сразу же идти налево и наносить второй удар когда дальше просто по таймингу его бить я поподробнее о боссах еще буду рассказывать в конце опять же здесь после вот до плюс 3 секунды в среднем по моим подсчетам то есть это от трех до четырех секунд будет теряться если носить ему удар вот так вот если не пытаться вот этот первый удар нанести то придется стоять и ждать пока он спустится вниз и несколько секунд пока он там воздухе завис то есть понятно что это медленно но зато стабильно если у вас цель там просто сам 10 то может не запариваться если у вас цель сам 930 то уже желательно будет значит корабль тут скипается диалог я думаю пояснять ничего не надо вот момент с пушкой я только во время создания гайда заметил что тут если просто держать влево то ты немного головой ударяешься вот этот выступ сверху и на несколько фреймов за втыкаешься значит стопоришься и теряешь какие-то фреймы я посчитал это два фрейма на самом деле примерно 300 секунд и чтобы этого не допустить нужно сделать здесь прыжок а вот первый это знаете толку от этих двух фреймов нету даже новая не особо ничего не значит но это такая маленькая оптимизация а тут почти все значит делают погоджам на эту кто это блин корыз какая-то я крестом дальше будет мелко это какой-то же быть пират короче какой-то пират вот но если это делают то потом нужно зацепляться за крылок из крылка как можно быстрее спрыгивать но обычно спрыгивание с крылка теряет все-таки несколько фреймов два-три фрейма обычно люди на нем висят чтобы этого делать не приходилось есть такая страта на довольно новые и поэтому мало кто использует тоже три человека всего нашел кто и ты использует значит делать погоджамп на бочку потом на этого значит пирата и тогда круг не понадобится с этой страты в том что нужно делать погоджамп с правой части правой бочки то есть там окно где-то пиксели 4 наверное то есть не не она не сильно маленькая но можно не рассчитать и тогда не допрыгнешь поэтому смотрите сами стоит ли эти фреймы и этой страты и снова с нестабильные то можете не использовать значит здесь почти все тоже небольшая оптимизация еще одна если просто прыгать на этот пирата с мечом значит то вроде ничего страшного не все так и делают как бы просто идешь дальше но если и неудача если из него выпадет в кристалл то это создает лаги тут прям заметно и причем это реально сильный лаги заметным который теряет аж две десятых секунды я прям посчитал по фреймам две десятых то есть пока вот он падает все лагает чтобы этого не допустить можно просто об него задамажиться но дамажиться надо об его левую часть если дома штаб правую то тебя откинет назад опять же полсекунды будет потеря поэтому надо прыгать оба джампом именно вот с этого момента вот буквально перед в возвышенностью вот этой вот перед лесенкой ну есть примерно такой ориентир можете себе зафиксировать и тогда спокойно можно будет пройти урон опять же пофиг на урон зато из него никогда не выпадет кристаллы и не не потеряете две десятых значит здесь большинство использует также как обычно делают прыжок чтобы значит ускорение получить и падение и значит бьют по плоту с помощью меня на анимации опять же все стали приемы но если это по моему это рандом я пытался понять от чего это зависит я не нашел закономерности определенных ситуациях если делать вот такой вот спрыг то ты будешь топтаться перед платом принципе почти везде ты топтаешь перед платом скажу вот эта анимация когда он топчется прежде чем можно совершить прыжок и вот этот удар это теряет две десятых секунды но если если здесь просто упасть то топтаться он не будет никогда вот то есть это этот поэтому этот момент я даже не знаю как советует ли вам его использовать или нет потому что с одной стороны это страта стабильная то есть вы всегда знаете что он не будет топтаться перед платом и можно сразу же жать прыжок ну или просто же скажу жать удар если вы не делаете этого мини прыжка с другой стороны если свой старый он и при спрыгивании не всегда топтается но это рандом поэтому стабильность против попытки выиграть десятую секунду я бы предпочел наверно стабильность поэтому я здесь не спрыгиваю а вот это наверно одно из самых сложных мест игры в принципе корабль не сложный уровень следующий тоже довольно легкий поэтому это единственное место который вообще стоит то что до этого мы там обсуждали десятые доли секунды можете вообще забить на это все главное вот здесь запомните основная острота первое сути заключается вот в чем начиная вот с момента я скажу какого нужно примерно понимать механику этой локации вот вот с этого момента когда вы уже видите что справа вылетела птица а справа налево летит птица и и несет какую-то фигню какую-то желтую фигню ракушку желтой какой-то и когда она давай долетает до середины экрана на моменте где находится скруч она его скидывает вниз даже если ты над ней находишься мной скидывает вниз и лети дальше как только он долетает до левой части экрана следующее вылетает справа с очередной ракушкой и это происходит до того как ты выйдешь из-за вот этой вот этого сектора значит в котором летят птицы он заканчивается я потом покажу где он заканчивается это это важно знать потому что таким образом если знать этот принцип можно определенным образом манипеть птицами чтобы лишние птицы не вылетела и из-за пока пила полсекунды а то и больше в конце этой локации как это делается тут опять же начала ничего сложного спрыгиваешь сплата стоит ждешь его потому что до крюка допрыгнуть не получится нужен плод ждешь плод как только видишь что плод подплывает тому моменту когда с него можно будет дополнить до крюка с него погоджампом до крюка потом сразу же с крюка спрыгивать и вот этот момент важно понять а желательно прыгать на правую часть птицы чтобы она прилетела подольше если птица пролетит подольше то следующая птица вылетит позже это этот момент он в итоге решит в конце вылетит ли лишние птицы или нет если все делать правильно тебя показывает она никогда не выйдет суть том что ну не обязательно конечно там пытаться какие-то прям прям пиксель выбирать просто на правую на правую часть птицы птицы назад надо прыгать вот вот примерно как сейчас может ну если на середину прыгать то там как повезет может может успеете может не успеете главное не прыгать на левую часть птицы дать птица чуть-чуть подольше полететь и следующий момент еще одна птица тоже желательно на заднюю часть или хотя бы на середину вот как я здесь все вот здесь вылетает одна птица но она долетает и вот здесь не вылетает еще одна момент где птица перестает вылетать это момент перед самым зацеплением на круг на круг вот этот первый круг значит пока ты видишь на нем птица еще будет вылетать как только ты с него спрыгиваешь поэтому важно смотреть на птицу и вот если ты спрыгнул с крюка а птица еще летит и значит ты все сделал правильно значит следующая птица не выйдет если в этот момент птица уже долетела налево то справа вылетит еще одна и она тебе помешает я потом покажу каким именно образом и покажу backup стратум и вот тут вылетает еще одна птица и просто ну тут уже объяснять ничего не нужно я думаю бога жампом на нее сразу же наверх можно иногда дамаг получается и в принципе ничего страшного есть другая страта она почти ничего вот это страта ничь почти ничем не отличается от первого единственное отличие вместо того чтобы здесь зацепляться за крюк можно делать погоджамп с плота если ну для этого надо чтоб плод чуть-чуть подальше проплыл поэтому это теряется одна секунда на десятой секунды вот здесь чуть-чуть плод подальше проплыл погоджампом сразу же на птицу если делать полный погоджамп то как видно я как раз на правую часть птицы и попал дальше все как в первой страте и есть третья страта это сейчас практически будет ее премьера потому что я придумал пока делал тот гайд ее нигде нет ни у кого не в ранах не в тассе и нет потому что ничего не советских вы видите так что она бесполезно она просто прикольно выглядит и она это самая сложная страта в игре абсолютно она сложнее чем скиппонки без пристановки сложнее чем пропрыгин на боссах идеальные сложнее чем любая другая существующая страта и и я когда придумал я я не знаю больше час сидел пытался исполнить когда даже понял что это возможно все равно меня не получалось все значит элементы этой страты исполнить в один в один заход последовательно потому что тут я сейчас покажу потом прокомментирую толку этого нет никакого просто просто гляньте на это вам помог фигена то есть я подумал а если мы если можно скипнуть первый круг и не запрыгнуть на него можно не скипнуть второй круг и оказывается можно суть в том что надо чуть-чуть подождать и не предъявить птицу раньше времени для этого я отхожу налево потом сразу же резко иду направо птица вылетает но она вылетела позже за счет того что она вылетела позже следующее тоже выйти позже я вот здесь я прям зацепил ее за крайне буквально пару пикселей оставалось потом здесь тоже мак но наверно пару пикселей на прыжок и при этом надо еще раньше все правильно сделать чтобы птица вот это вылетела и я успел кое-как ее значит тоже задеть то есть тут буквально несколько пиксель терфикных или там один-два пикселя окно плюс плюс это еще не все потому что дальше тут не получится просто не птица запрыгнуть потому что сверху невидимый потолок мешает поэтому нужно значит погоджампинг сундук сразу же с него спрыгивать и окно буквально опять же один или два пикселя потому что если прыгнуть позже тут и перепрыгнешь птицы упадешь в воду если помнишь раньше ты задамажишься птицу еще можно можем не дополнить до крюка да то есть это это слишком сложный чтобы ее хоть кто-то использовал когда-то вот но мне нравится я бы хотел чтобы в игре были такие страты чтобы ее не считали такой легкой вот пожалуйста есть страта которая ставит ее по сложности в уровень самых сложных игр она бесполезна и поэтому поэтому игра все еще остается легкой так что может не падать а при неудаче если не получилось сделать так сама не пить птицами чтобы очередная птица не вот вот я показываю птица улетает но вот я уже спрыгнул сколько но я чуть-чуть не успел вот здесь я буквально пару фреймов наверно не успел если быть чуть-чуть пораньше бы спрыгнул то птицы бы не выйдет но она выйдет в таком случае делать как оптимально пройти можно потерять всего четыре десятых секунды если сделать вот так то есть прыгнуть в сторону и вот этой падающие ракушки чтобы она и кинула вернуться опять на круг и сразу с него и назад если просто висеть на крыке ждать пока она подлетит и кинется ее сама то это там из секунды и больше наверное даже будет потери смысл этого нету это не это несложно понятно что тут можно не рассчитать можно переборщить и задамажиться можно но по идее она выше находится поэтому она никакой опасности не представляет это довольно довольно огромное окно на самом деле что можно было вернуться назад пока она не упала и дальше спокойно пойти вот раньше когда у меня не всегда не стабильно получалось эту птицу задеспавнить когда не умел мимо не пить я вот эту backup страту чтенька использовал она позволяла не так много времени тратить здесь можно делать погуджампаб крабы можно сделать погоджамп направо земли можно просто просто поползти на самом деле всего 0,3 секунды если а тут тоже прикол в том 0,3 секунды до самой стороны они на дороге не валяются почему бы не сделать погоджамп но с другой стороны я видел как Вот некоторые делают погоджампы, они или перед погоджампом зависают на полсекунды на веровке, и они поднимаются выше середины, спрыгивают вниз и делают погоджамп от краба. Это медленно, в таком случае лучше просто проползти. Если не делать его вот так, как я показываю, то есть сразу же вот с этого места и до верха, то лучше не делать никак, либо делайте как надо, либо никак, иначе вы ничего не засейвите, только потеряете. Значит, вот эта локация, тут нет каких-то особых страт, но есть... У некоторых могут возникнуть проблемы, тут нужны тайминги. Как можно таймить? Можно визуально пытаться ловить, значит, нужно, чтобы вот это вот, значит, вот эта штука, вот этот блок поднялся, на самом деле, не обязательно до уровня вот этого прохода, можно чуть ниже, потому что спрайт скруджа на самом деле меньше, но буквально несколько пикселей ниже. Если чуть-чуть еще ниже, то уже не вариант, поэтому желательно ориентироваться по вот этому, значит, по проходу тут довольно хорошо видно. Ну, я вот чуть на пару пикселей ниже опустил, все равно прошел, шапка и потекся только. Есть также ориентир по звуку, но он здесь не очень хорошо работает, потому что тут идут вот такие вот... Такие вот звуки, значит... Я не знаю, я не получил их изобразить. Но, в общем, вы слышите отчетливые повторяющиеся звуки. Сколько раз, по-моему, четыре раза он повторялся здесь? Нет, три. Первый был прыжок, потом три, да. Четыре это максимально, если я не спрыгнул, то был бы в четвертой повторении. Но трех повторений достаточно, но если спрыгнуть сразу же, как будет три вот таких звука, и сразу же спрыгнуть, то может не хватить все еще расстояния. То есть нужно было три звука и еще чуть-чуть, где-то три с половиной. Вот это очень сложно. Поэтому я говорю, тут не очень хороший ориентир по звуку. А вот на второй штуке ориентир получше, потому что тут необязательно поднимать так высоко, а тут достаточно двух звуков. По-моему, это довольно хороший ориентир. То есть, по-моему, довольно стабильный. Если слышите два звука, можете спрыгнуть. В тень-день, все, спрыгивайте. Вот здесь, по-моему, лучший ориентир. Вот. Здесь, опять же, лучше визуально, потому что по звуку непонятно. Значит, здесь обычная страта, которую используют почти все, через дамаг. Но надо держать, вот можете на импуты посмотреть, держать вверх и держать влево, иначе лучше просто упадет вниз. Вовремя не схватит веровку и упадет. Есть такая острота, тоже, по-моему, довольно новая. И на самом деле, по моим подсчетам, она экономит две десятых секунды. То есть, не одна десятая, а две десятых. Это даже офигеть как много. Почему я и не использовал? Ну, теперь буду. Но, опять же, две десятых, если ее использовать правильно, если нигде не втупить. Если втупить, то можешь оказаться медленнее. Только. Значит, сразу же погоджамп, дамаг и проползти дальше. Она быстрее, потому что, ну, дамаг ты в любом случае получаешь. Но здесь ты делаешь погоджамп и, таким образом, быстрее вот эту вот нижнюю половину троса вировке быстрее проползаешь. Вот. На две десятых секунды. Если за втупить, то она может как сэкономить одну лесяту, так и не сэкономить вообще ничего. Поэтому, ну, я постарался исполнить, насколько можно. Насколько возможно ее исполнить. Насколько можно быстро. И есть еще одна страта. Можно приостановиться. Теряется всего одна десятая секунда, потому что ты там в любом случае приостановишься дамаг, а тут ты дамаг не получаешь. Смысла в этом нет, только если играете на нормале и нужно экономить жизни, наверное. Или на харде, там, на дефикруте. На изи смысла экономить жизни нету, поэтому и приостанавливаться тоже смысла нет. Здесь почти все используют страту, которая, по-моему, очевидно быстрее. Погоджамп, а пундук. Маленький прыжок делать. Чем меньше, тем лучше. Если здесь, вот здесь сделать слишком большой прыжок, можно там еще десятую секунды потерять. Погоджамп и вовремя поймать, значит, вировку подняться дальше. Но некоторые, не знаю, ну, нравится им, может, это страта, может быть, они не знают, что она медленнее, но она на целых две десятых медленнее. Делают вот так. Так, то есть, мало того, что, чтобы сделать погоджамп об саму платформу, нужно подняться выше, то есть, приходится... Тут есть хороший, кстати, ориентир. Вот, задница скруджа должна быть на уровне, где заканчивается правая вировка. Вот, примерно, вот. Ну, то есть... Видно, да, я думаю, я... Это прям очень хороший, стабильный ориентир. Можно сразу же спрыгивать. Если по этой страте, то надо подниматься выше, там, буквально до середины экрана, даже выше середины. Вот. Если бы я чуть ниже спрыгнул, то не получилось бы сделать погоджамп здесь. И таким образом без сундука пройти. Я эту страту не советую. А здесь тоже страта... Она не сложная, поэтому я и советую её использовать. Сразу же спрыгивать, потом мелкий прыжок погоджамп, и потом, если всё правильно сделать, если нигде не затупить, и не потерять дополнительное время, то как раз погоджампом убиваешь краба. Если затупить, то краб начнёт двигаться влево, и вместо того, чтобы его убить, ты об него задамажишься, и потеряешь, там, низко десятых. Поэтому надо всё делать быстро. С другой стороны, другая страта ничем в этом плане не лучше. Другая страта только медленнее. Нужно, опять же, проползти чуть повыше, сразу же сделать погоджамп, но, чтобы пройти без остановки, нужно спрыгнуть на краешек, и с краешка делать ещё раз прыжок, как вот я здесь сделал. На самом деле, это довольно сложно сделать, и почти все здесь просто получают дамаг. Поэтому лучше по первой стратегии здесь проходить, вот, на самом деле. Не придётся вот этот вот тонкий прыжок делать. Дальше. Здесь почти все прыгают на вторую вировку. Первую просто пропрыгивают. Ну, то есть, тут желательно прыгнуть с крайнего пикселя. Потому что если прыгнуть раньше, то ты больше упадёшь и зацепишься ниже. И потом тебе дольше вверх ползти. Поэтому с крайнего пикселя, но не переборщить там, чтобы не упасть. И вот таким образом, собственно, чуть-чуть вверх и на следующую. Первая вировка скипается. Но некоторые её не скипают. Я не знаю, почему и зачем, потому что, по моим подсчётам, даже при самом лучшем исполнении, это всё равно на две десятых секунды медленнее. Если подниматься с использованием первой вировки вот так. То есть, хвататься за неё и спрыгивать. Даже если сразу спрыгивать, всё равно медленнее. Абсолютно не советую эту страту просто спрыгать через первую вировку. Я чисто даже для себя эту страту сюда поместил, чтобы проверить. И вдруг она реально быстрее, кажется? Нет, она не быстрее. Если какая-то страта и сложнее, и медленнее, то использовать её точно никакого смысла нет. Значит, здесь обычная страта, которую почти все используют. Первый удар как можно быстрее, пока он ещё выходит. Сразу на верхний круг. И таймить удары. Таймить удары я вас не научу, к сожалению. Но вы сами научитесь, потренируетесь какое-то время. Есть вариация, как можно таймить удары. Если вам это поможет, вы используете её. Тимми её использует. Я посмотрел. В принципе, вроде работает. Три прыжка. И удар. Пусть будет. Типа прыжки одинаковой высоты. Можно даже какой-то пиксель найти вот здесь вот. Прыгать до вот этого вот верхнего пикселя, значит, нижней окантовки менюшки. Я даже не знаю, как это назвать. Но там можно найти ориентир, до него допрыгивать три раза одинаково подряд. И будет такой ориентир у вас, если сложно таймить. Но это не всё. Проблема в том, что если... Тут тоже интересный момент. Нужно пояснить. Сундук появляется тогда, когда босс пропадает с экрана. Босс пропадает с экрана быстрее, когда он внизу. Если босс во время последнего удара находится не внизу, а где-то он решил вдруг прыгнуть, например, то это несколько десятых секунд теряет. Чтобы этого не допустить, некоторый манипет боссам... Есть разные способы манипет боссам. Например, Барас и Трифектресси. Трифектресси, я только у них двоих увидел эту страту. Они делают вот так. Вот. Смысл этой страты в том, что последние удары всегда будут наноситься таким образом, что босс будет внизу. И таким образом не выйдет такого, что ты потеряешь какие-то доли секунды. По моим подсчетам было двух десятых. Но я эту страту не использую. Во-первых, две десятых это не так уж много, но в целом это довольно-таки много. Ну, то есть это когда идешь на VR, тебе все равно нужны это время. Но я все равно не использую, потому что у меня всегда убивается этот босс таким образом, что даже по обычной страте он всегда во время последнего удара находится внизу. У меня нет с этим проблем. Возможно, если как-то слишком медленно, или, может, наоборот, слишком быстро, если его убивать, то последний удар будет, когда он в прыжке. Но у меня такого почти никогда не случается. И есть еще одна страта. Как можно его заманипить? По-моему, она легче. Ее, правда, использует один только чувак. И, может, он еще это случайно сделал. Но я так заметил и решил вам показать. Поначалу он, как обычно, страта. Только перед последним ударом нужно его завести направо. Для этого делается вот так. Ну, то есть, по-моему, смысл ее такой же, как у страты Бараса, но, по-моему, она легче. Вот, если вам охота сэкономить или 0,2 секунды, чтобы он в нишний раз не прыгал, можете попробовать эту страту. Но можете вообще просто не париться и убивать по обычной страте. Так, и это последний уровень, по идее. Первая локация проходится. Просто без проблем. Вторая. Ну, я тут показал несколько страт, но, по идее, в них нет абсолютно никакой разницы. То есть, тут можно... Некоторые здесь делают прыжок, и я думал, что, возможно, смысл этого прыжка в том, чтобы раньше убить эту статую, чтобы она упала и не создавала лишних лагов, но, по-моему, разницы никакой нет. А некоторые вообще перепрыгивают, да, я, по-моему, i-486 ее перепрыгивает здесь. Не убивает это... Не знаю, как хотите, приходите. Тут тоже самое. Можешь проходить сверху с погоджампом на эту... То это, блин, это строкоза мутант. Огромная строкоза мутант. Вот. И можете просто проходить снизу. Я прихожу снизу. Разницы никакой нет. Здесь тоже будут такие незначительные страты, которые вообще никто не использует. Например, вот это. Значит, почти все просто падают, зацепляются за крюк. С крюка сразу на статую, со статуей на переключатель. Есть страта... Ее использует только Дарбин. Я видел, что ее использовала раньше Багас, но даже он от нее отказался. Видимо, понял, что смысла в ней нету. Она экономит... Она тоже экономит десятую секунду при правильном исполнении, но правильнее исполнить это та еще проблема. А при неправильном исполнении она только все из... засрёт. Можем потерять на ней. Пытаясь вот в этот момент вымереть, нужно сцепиться буквально там на самый нижний краешек этой вировки, потом просто нажать вниз, не спрыгнуть, а именно вниз ее спуститься. И тогда... Меня перемотал слишком сильно. Вот здесь. И тут даже я это очень быстро сделал, но это я, конечно, сейвы делал. А в ранее... Хрен бы у меня так получилось. Зацепился сразу же вниз. И тогда можно за крупный зацепляться, потому что из-за того, что ускорение падения тормозится, он падает медленнее, можно сразу же по боджампам отпрыгнуть от стадии. Но проблема... Мало того, что там еще сложно зацепиться, быстро и упасть. Так, по-моему, в этот момент еще сложнее. Тут окно статуя чуть-чуть выглядывает за... Вот этот переключатель запрыгивает чуть дальше. И там окно буквально, наверное, пиксель 2 тоже. Вот. Блин, я пальцем показываю, конечно, вы видите. Ну, примерно понятно, в общем, что я говорю. Если слишком рано приостановиться, то просто не отпрыгнешь от статуи, просто упадешь. Если слишком поздно, то вот отпрыгнешь от статуи, от статуи ударишься от переключателей, упадешь опять же. Поэтому, чтобы сделать, как я сделал, это очень нужно тонкий... схватить пиксель нужный. И это стата слишком сложная, чтобы ее использовать для того, сколько она экономит. Если мы отэкономили секунды, я бы секунду хотя бы я бы ее использовал. Ну, полсекунды даже, ну, может, еще пытался бы. Но ни одна десятая того не стоит. Здесь есть миллион страд, на самом деле, вот на это место. Я пытался показать такие все основные. Значит... Здесь быстрее сделать прыжок и погоджампом отпрыгнуть сразу же от правой части платформы, как только она появилась, на самом деле. И сразу же запрыгнуть на вировку. Причем можно это делать погоджампом, а можно это сделать и с обычного прыжка. Разницы... Я думаю, возможно, тут есть какая-то разница, типа десятая на десятый секунд. Но я даже измерять не стал, потому что, во-первых, я уже запарился все это измерять, блин, по кадрово. Во-вторых, ну, опять же, нужно идеальное исполнение. А тут, когда делаешь погоджамп, очень высоко вероятно, что ты прыгнишь выше, чем надо, и потом тебе нужно будет еще чуть-чуть упасть, в то время как обычным прыжком, ты цепляешься сразу же стабильнее, куда надо. Поэтому я обычно делаю обычный прыжок. Погоджамп я не очень. Может, можно на трене так, чтобы стабильно его делать, но я как-то не не решаюсь. Другая... Другая страдает, другой способ. Просто упасть. И погоджампом. Либо просто упасть и прыгнуть. Разница в том, что падаешь ты не на правой край платформы, а на середину. Из-за этого тебе надо чуть-чуть еще дальше пройти. И теряется одна десятая секунда. Разница небольшая, поэтому можете не запариваться. Вот. Но чисто как удобнее на самом деле. Тут вообще разницы особой нет. И есть страта, ее используют вот два чела, которые позволяют таймить. Потому что, ну опять же, момент с таймингами, у некоторых могут быть проблемы с таймингами. Можно придумать какие-то штуки. Есть такая штука. Я покажу, как она работает. Сейчас покажу. и объясню. Значит, нужно сразу же, как только первая платформа появилась, прыгать на нее сразу же. Если тут подождать чуть-чуть, то уже не получится или получится таймлуз. Потом сразу же падать, но без прыжка, просто падать. Ого-джамп полный. Если все сделать правильно, как я вот сейчас описал, то следующий прыжок будет как раз когда платформа появляется и четкий абсолютно тайминг. Проблема в том, что я не знаю, что сложнее сделать, вот как я сейчас писал, все вот это последовательно. Или просто в голове затаймить там условные две-три секунды. По-моему, легче просто таймить. Но если у вас с этим проблем, вы можете пытаться вот это повторить. здесь две страты и два паттерна. Вот эта статуя, она может прыгать наверх или может прыгать на тебя направо, собственно. И от этого в принципе зависит... тут тут надо уметь на ходу подстраиваться. То есть оптимальная страта такая. Спрыгивать сразу же, потому что наверх лезть медленно. Маленький прыжок погу погу и желательно его отпустить, чтобы упасть и погу от статуи. То есть я не знаю, этот момент, он в целом не сложный, но из-за рандома, вы просто должны знать, что здесь есть два. Я не стал показывать, заморачиваться, чтобы показать вам именно оба паттерна. Вы сами, я думаю, разберетесь. Вот тут паттерн, кстати, это в принципе считается плохим паттерном, потому что если бы я чуть попозже прыгнул, я бы задамажился об статуе. Вот. Можно и залечь чуть повыше, чтобы спрыгнуть сразу же погу и потом об статуе. 1,5 секунды медленнее, но значительной разницы нет. Плюс будет больше времени, чтобы подстроиться под статую под ее паттерн. И есть еще одна страта, которую используют довольно редко, и я вообще раньше никогда ее не видел. Хотя казалось бы, она довольно очевидная и простая, и не очень даже медленная, потому что тратить всего 1,5 секунды. Просто зацепиться за вировку, не делая по гап статуе. Все. Почему такая очевидная страта кажется такой гениальной? Типа, я когда ее видел, я офигел. Я всегда делал пога в статую, а оказывается делать не обязательно. До сих пор офигеваю, когда это вижу. значит тут главное в этот момент выяснить, что тут можно прям на краюшек змеи прыгнуть, у него хитбокс очень интересный, ну то есть видите, да, она всегда действует одинаково, у нее нет каких-то паттернов, поэтому просто прыгайте вот в это место, разворачивается и у нее. А вот это место проходит по-разному. Я тут всегда приходил, и на самом деле большинство так проходит, по гаджампам об эту бочку, у нее тоже интересный и интересный хитбокс. дело в том, что если у многих объектов засчитывается отпрыг от них только если твоя трость касается собственно их, то у нее хитбокс больше. У нее никогда не получится такого, что ты как бы запрыгнул на нее, но при этом не можешь отпрыгнуть наверх, потому что трость не касается, она как бы всегда касается. Я даже не знаю, как это описать, довольно сложно описать, но смысл в том, что если вы над бочкой, вы всегда оттолкнетесь от нее, даже если вы оттолкнетесь от пустоты. Просто представьте, что у нее хитбокс не такой, а вот чуть побольше и сразу наверх верхнюю часть канаты собственно. Заверят, пропустите вот это несколько долей секунды поднимания. Но некоторые делают по-другому здесь. Для этого надо подойти поближе и игнорируя бочку, просто зацепиться за нижнюю часть канаты и подняться. Но это медленнее на одну десятую моим подсчетом. Если опять же все делать правильно, понятно, что любую страту можно заруинить, и она кажется медленнее, чем должна. Другая окажется быстрее, хотя на самом деле она медленнее. Вот это место многих проблем вызывает. Почти у всех на самом деле пересматривал все раны, все дамажатся, некоторые пытаются как-то перепрыгнуть все равно дамажатся, но нет, на самом деле не у всех топы знают, как это место приходить, и оно не такое сложное. Сразу же спрыг, чуть-чуть приостановка и по джамм. В принципе ничего сложного. Понятно тут можно чуть-чуть там переборщить, раньше начать двигаться, многие вот в прыжке раньше начинают двигаться, получают дамаг, в итоге они еще приостанавливаются сначала, потом еще и дамаг получают. Я, кстати, сейчас покажу это тоже, как у них происходит. Вот, при неудаче, они пытаются вот так сделать, получают дамаг, теряют 0,2 и 0,2 это я здесь потерял 0,2, потому что я получив дамаг у меня стена короче засейвила мне еще наверное одну или две десятых, потому что я, если бы ее не было, я бы еще чуть назад отлетел. Но есть другой способ, если у вас проблемы с этой стратой, вы не хотите париться, вы можете просто потягав две десятых секунды пройти сквозь нее и не париться. Она за вами не идет, как видите, ее не обязательно убивать, она дальше все прыгает. Некоторые так делают. Возможно, некоторые так делают не специально, а просто хотят ее убить, но получать дамаг и идут уже спокойно дальше, потому что понимают, что если спел раз не получилось, то не фиг с ним. Значит, здесь оптимальная острота, спрыг, погу и не отпускать его. Не отпускать погу джамп вообще не отпускать. До самого этого момента не отпускать. То есть тут погу джамп вообще отпускать не надо. Но некоторые отпускают и делают вот так. И это медленнее на одну десятую, потому что когда ты падаешь вот здесь, когда ты падаешь с погу джампом, ты быстро падаешь и вот этой стенки почти не касаешься или вообще не касаешься если четко полететь. А если просто идти, то ты ее касаешься и приостанавливаешься на десятую секунды. И смысла в этом нету. Это не легче и не быстрее. Поэтому просто держите по боджампу. Здесь большинство просто падают, но если это самый маленький таймсейф игры, который я смог найти. Один фрейм экономит. Если здесь сделать прыжок, то ты вот этой стены не заденешь. А если просто падать, ты задеваешь на фрейм. Тираешь шестнадцать тысячных секунды. Вот. Поэтому вот эти вот четыре человека, это люди, которым очень важен фрейм. Запомните их. Save the frames. Делаем прыжок. Если сделать раны, ничего не получится. Но вы ничего не теряете с другой стороны. Значит, босс Стратан. Если у вас не получается делать проплыг, почти ни у кого не получается. не парьтесь, вы не один такой, но как минимум нужно сделать один прыжок, чтобы не упасть в яму. Первую вот эту яму. Прыжок нужно сделать вот здесь. То есть, в момент, когда ты уже чуть-чуть зашел на территорию босса, ну не слишком, надо как-то научиться ловить этот момент, просто один маленький прыжок. Ну, или не маленький, все головой просто, потолок и большой здесь не получится сделать. Просто жмите прыжок, тогда оказывайтесь сразу же на вот этой второй платформе, не падаете вниз. Позволяет неплохо сэкономить, например, если босс, если босс оказывается слева, то без разницы, потому что вам все равно туда не надо, там и оказываетесь. А вот если он справа или посередине, то это неплохо экономит. Да, ну, я показываю убийство, я потом более подробно это опять же разберу. Как некоторые делают? Вот альтернативный способ, как можно, если у вас не получается таймить этот прыжок и вы не хотите сэкономить фрейм на стене, вы можете вместо прыжка падать с погоджампом и будет вот так. Эффект тот же самый, просто не надо еще таймить. По-моему, гениально, на самом деле, я в самой трестратой пользовался, если бы уже не на тренеру достаточно хорошо обычный прыжок. Вот. Советую, на самом деле, два человека все используют, про нее, скорее всего, не знает. Если же этого не делать, а просто заходить, то теряется до трех десяток секунд, но если сделать одну штуку, если просто зайти, не прыгнув, то ты падаешь вниз, но ты не упадешь вниз, если нажать влево, нажать влево, то ты окажешься на левой платформе. По идее, я не знаю вообще, есть от этого какой-то толк или нет, а кто-то жмет влево, кто-то не жмет. Разницы нету. Просто делайте прыжок. Не делайте так, не заходите просто так. Улучшены со второй платформы, оказывается. Если вы на второй платформе, вы можете быстро ударить босса, если он слева, если посередине, а если вы на первый, то только если он слева. Зачем вам это нужно? Финальный уровень. Без комментариев, просто идете. Идете, идете, спрыгиваете, заходите в босс. Я сделаю один маленький прыжок. По идее, его делают почти все, ну большинство пытаются сделать запрыг, но у них не получается, получается один, в лучшем случае, два маленьких прыжка. Это позаить чуть поближе подойти к боссу и чуть пораньше его ударить, первый удар нанести. Дальше просто по таймингу. У меня кстати есть неплохой ориентир. Некоторые тут как-то пытаются таймить, я как делаю? Я делаю полный погоджам после первого удара. потом погоджам до середины или чуть повыше середины. Потом опять полный погоджам потом опять чуть выше середины. То есть там как раз расстояние получается необходимые промежутки. можете можете какую-то страту придумать я не знаю я всегда так прохожу других страт вообще не знаю и другие страты которых я видел у людей они какие-то кажутся нестабильными поэтому не могу ничего больше посоветовать ничего лучшее не знаю если не пропрыгивать то теряется одна десятая но если у вас получится быстро нанести первую урон кстати тут тоже важный момент как понять на самом деле тут же отнимается управление я смотрел все на жизни жизни это как желтый сигнал светофора вот сейчас жизни нету вот вот этих трех углешков это красный если появляется жизни это желтый сигнал значит готовьтесь и как только нет не здесь блин я начал говорить вот здесь жизни нету появились и как только он начинает терамбартироваться на него сразу ну то есть управление появляется как раз в тот момент когда он начинает мутировать вот вот буквально в этот момент я тут не двигаюсь еще но уже движение доступ сразу же прыжок маленький трость типа выжампом на него наверх проблема в том что если не делать первого прыжка то первую ударь нанести сложнее раньше у меня часто не получалось на самом деле если я заходил без одного хотя бы маленького прыжка я как-то видимо медлилась по джампом джампом и из-за этого первый удар не наносился я терял наверное секунду может быть где-то около того поэтому я для себя решил что я всегда буду хотя бы один маленький запрыг делать то есть помимо того что он экономит одну одну десятую он еще и облегчает облегчает дальнейшие дальнейшие действия значит это еще не все человек хотел еще показать я покажу более подробные боссы разобрать как бы лишним не будет потому что я довольна ну боссы в этой игре это очень важная штука я очень мельком прошел во-первых лечилки перед боссами я решил просто вам показать чтобы вы знали толку от них нету если на дефицит решите решите гонить тогда может быть есть вот чтобы знали где лечилка и последним нет лечилки пропрыг пропрыг очень интересно значит пропрыг работает работает так же как скиппонки но сложнее два-три раз потому что тоже друг надо сделать несколько раз подряд тут даже по-моему в четыре раза поэтому как правило вот так вот идеально как я здесь его показываю он никогда не получается идеально нужно делать несколько маленьких прыжков и потом один большой а я еще в идеале после большого еще один маленький тогда экономится вот я написал расписал сколько экономится на разных боссах на фараоне экономится почти до полутора секунд только если появляется справа поэтому на фроне нет смысла делать пропрыг потому что он может слева и толку тогда не будет только потеряешь время на пирате 2000 экономится больше секунды потому что это позволяет не только быстрее скролить экран но и быстрее нанести первый удар по боссу в том как на остальных боссах только быстрее скролиться экран здесь разницы нет всего не можешь нанести удар по этому колдуну несмотря на то что он появляется здесь тоже самый первый удар все равно наносится в тот же момент а вот на пирате уже получается ударить по нему сразу как он выходит в обычной ситуации надо еще там какое-то время проходит прежде чем он прежде чем вы встретитесь так сказать поэтому это может экономить до больше секунды опять же больше секунды это экономит если делать идеальный пропыг если до половины пропыгать то полсекунды но даже небольшой там пропыг 1-2 прыжка экономит пару десяток секунды которые лишними не будут поэтому можете пробовать единственное будьте осторожны на последнем бойсе потому что идеальный пропыг может сделать вот такую штуку сейчас покажу я по-моему вообще не помню что я раньше с таким сталкивался короче это софт-лок если слишком пропыгать то будет софт-лок на последнем власти оказывается такой прикол но случайно это вряд ли получится один раз из миллиона такое происходит в ранах вообще проповедника не получается значит тут я подробнее расписал о боссах я даже не знаю есть смысл просто пересказывать или вы сами читать умеете можете прочитать то что я тут понаписал потому что ну я обычно просто расписал принцип работы принцип значит действия боссов какую-то остроту как на нем тималь ну тут в принципе оптимальность это понятно нужно не давать ему ходить чтобы все время был хотя бы один камень на экране и кидать собственно камень кидать желательно тот который ближе я просто его не атакую показываю как он работает вот 4 места где могут падать камни я кстати раньше думал что их 3 на самом деле их 4 но вот этот камень с краю он никогда не остается никогда не бывает такого что если босс слева то справа камень никогда не упадет с самого правого на самый правый вот этот сектор если босс справа то налево набрать не пынет потому что тогда там не получится зайти за него и толкнуть видимо так разработчики решили я советую если тем более в этот уровень проходит и первым если он сразу же выстрелил и пошел налево делать ресет потому что это 5 секунд минимум таймс таймлуза и помимо того что это 5 секунд немало для начала лучше пока не поздно заново начать так еще и не знаю как вам может быть у вас не будет такой проблемы но мне окажется что когда он слева и его сложнее убивать может быть просто с непривычки вот те же прыжки там которые надо таймить у меня спукай он справа намного стабильнее это получается чем когда он слева поэтому лучше просто не запаривайтесь и убивайте пока он справа стоит значит колдун с колдуном все понятно тут объяснять ну я уже все что мог я объяснил больше наверное сказать нечего я даже ну показал уже сколько он сейвит понимание очень мизичный босс вот это я говорил тоже про первый удар его важность помимо первого удара что нужно о нем знать во-первых он идет в твою сторону как правило он будет первый первый раз всегда двигаться налево а потом бывает по-разному но он никогда не наносит у него есть такая атака когда он движется по диагонали вниз а потом взлетает наверх он никогда не делает две таких атаки подряд он может сколько угодно раз подряд летать по дуге вот так два раза две дуги делать логотип макдональдс только наоборот вот но две но после той атаки он всегда делает эти дуги поэтому это позволяет вам понимать какой удар он нанесет следующем определенных ситуациях и полезно фараон значит почитайте что я там написал да и ну тут если подумать реально оптимальнее всего наверное ждать его в центре но не факт на самом деле потому что а в принципе наверно оптимальнее все-таки стоять на какой-то из платформ ближе к центру либо вот здесь либо здесь на крайних платформах лучше не стоять потому что если он появится с другой стороны то очень долго будет идти есть стоять в центре то как бы можно будет ее сразу ударить в центре но по краям долго идти а если стоять вот на одной из этих двух платформ то как бы две есть вариации куда можно будет быстро его ударить и третье далеко ну то есть ну по вероятностям очень сложно сказать что лучше в середине но вот ну далеко от середины лучше не отходить да по краям лучше на края идите только если видите что он туда влазит и уходите оттуда да в идеале его можно убить за два с половиной цикла за три цикла считается такой kill по идее ну то есть это хорошее убийство если три цикла вот тут я показываю идеальный идеальный убийство за два с половиной цикла на самом деле в ранах когда такое получается да никакой не получается в ранах на самом деле может быть один раз у меня получилось врага не такое сделать для этого нужно во первых первый удар чтобы был слева или посередине хотя даже есть посередине вот уже какое-то время помню теряется если не пропрыгивать и просто идеальные тайминги тут я даже знаю то есть таймить тайминге всех боссов одинаковые промежутки времени между которыми удар наносить поэтому если вы поняли тайминги там того же пирата вы поняли и тайминги этого но этого проблема в том что он вот вылазит залазит когда он внизу по нему урод не проходит в идеале то есть как вот я еще раз покажу этот босс кстати один из моих любимых даже больше огненного нравится значит первый удар когда он вылазит 2 когда он залазит 3 когда опять влазит 4 вот и в идеале 4 когда он залазит если у вас не получилось нанести 4 когда он залазит то это не критично но но это не уже не будет идеальным убийством но как минимум три удара за два цикла на отнести в идеале может 4 за 20 классе 4 за два цикла то потом сразу 5 этот два с половиной цикла вот если вы если нанести 3 успеть то потом опять же 4 когда он залазит и 5 когда упрыгивает и того три цикла но если у вас еще где-то не получилось там где-то еще затупили то это уже 4 цикл начинается и это уже потеря времени можем потерять ну до нескольких секунд я не знаю как он может троллить может но слева то справа появляться троллить и да тут объяснять нечего пират и последний значит босс они они не рандомные поэтому тут не получится рассказать каких-то паттернах просто все одинаково делайте все одинаково будет по тренте побольше на самом деле я написал то что они типа самые легкие и наверное так и есть в определенном смысле но это не значит что у них нельзя за выньте как-то ps близкий к веру заруинил на пирате что я знаю чем говорю не не расслабляйтесь не расслабляйтесь лишний раз и по тренте все-таки этих боссов и когда уже будут стабильные то они просто эти боссы просто довольно скучно или в этом плане что просто прыгаешь и прыгаешь на них поэтому мне больше конечно нравится рандомные боссы даже тот же каменный который как бы всех бесит понятно почему но если бы не был настолько жестко рандомным довольно интересно на самом деле но у меня в моей любимой здесь это огненный и египетские так ну вроде вроде все показал все объяснил я не знаю если какие-нибудь вопросы заходите ко мне на стрим задавайте там спрашиваете надеюсь кого-нибудь этот гайд смотивирует ворваться в игру буду рад если будет новый ганна на на сам 10 очень легко здесь на самом деле на самом деле я у страта рассказал можно даже век по ним брать какой-нибудь там где 930 я думаю особых проблем не составит погриндить главное в это рандомного босса и все вот как то так ибо за просмотры этот гайд делал неделю надеюсь в этом лайк хотя бы поставить и вот ну и всем пока